виталий приветствую тебя очередная неделя собственно смотрим и технику и фундамент ну и соответственно те возможности которые есть на рынке делимся друзья с вами чтобы у вас точно было основание для принятия решений очень хотим чтобы вы разбирались чтобы использовали опять же для того чтобы принять решение сразу несколько видов анализа потому что так будет более объективный более точный от соответственно ну и результат тоже будет лучше я периодически также еще касаюсь другого способа принять инвест решения психологии те из вас кто первый раз об этом слышит друзья есть питальный индикатор рыночных настроений которые показывают расстановку сил большинства покупателей продавцов и когда я вижу серьезный перекос по каким-то активам которые мы рассмотрим я на это делаю отдельный акцент чтобы вы понимали что как раз есть возможность провести сделку против фарта толпы и сегодня кстати рекомендации которые я продолжу озвучивать они тянутся еще с наших прошлых эфиров они также завязаны на идее торговли против толпы против большинства ну давайте начнем с меня и у меня за графики евро доллара открыты на так демонстрация к нам сейчас перейду секундочку так и момент пока не видно да 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 сейчас секундочку так друзья евро доллар котировки один двенадцать восемьдесят семь ранее во время прошлых эфиров прошлый эфир у нас был в понедельника определенного года обстоятельства пропустили встречу была сделка стоп с уровня 1 13 10 соответственно с учетом текущих уровней мы находимся небольшим плюс но цель которую я ожидал в принципе сделать сразу это 1 12 признаться еще на точной неделе эта цель пока еще не достигнута потому что отчет по инфляции который был опубликован в сша в пятницу он не стал причиной какой-то мощной волатильности по доллару он не стал причиной вообще никаких движений по доллару если анализировать индекс доллара даже график есть пожалуйста те же самые уровни что были вот сейчас что были что в середине прошлой недели что в начале прошлой недели и практически в конце еще прошлого месяца о чем это говорит но как минимум рынок нуждается каких-то более наверное стоящих фундаментальных триггерах чтобы все это раскачало его на определенную проду движения и такой триггер потенциально и мог бы стать отчет по инфляции но переоценил назначенность этой статистики видимо трейдеры уже даже на прошлой неделе ориентировались на заседание фидизерва которые на этой неделе кстати говоря в среду друзья будьте готовы к тому что волатильность будет значительной нужно с этим контролировать риски следить за загрузкой депозитов в общем все классические правила риск-менеджмента тоже мы с Виталем эту тему всегда проговаривали по поводу индексы потребительских цен там никаких неожиданностей ничего не было действительно инфляция ваннула еще выше и максимум сейчас за 35 лет 6 и 8 процентов годового выражения базовая инфляция тоже зашкаливает это для тех кто привык как бы спорить с тем что если реальный рост инфляции если говорить об этом росте минуя показатели они удовольствием товаров и энергоносителей базовая инфляция она не учитывает друзья эти волатильные компоненты она тоже растет 49 процента с 4 6 тоже это максимум за последние 35 лет какое решение примет фрс в эту среду в связи с тем что растет инфляция если опять же паул не вешал нам лапшу на уши две недели назад когда он выступал в сенате то он должен быть последователен в том что он говорит то есть когда дело следует за основу и это дело подразумевает сокращение программы количественного смягчения более ускоренный темп выхода из нее сейчас программа количественного смягчения сворачивается на 15 миллиардов ежемесячно ну думаю что он реально может увеличить эти вот срезы сакьюи до 30 миллиардов поэтому она будет завершена в целом по прогнозам по плану в марте и это откроет возможность для повышения процентной ставки как на все это отреагирует доллар я надеюсь то что он логично будет укрепление то есть можно было бы предположить что все уже заложено в курсе все же заложено в ценах но буквально с конца прошлого месяца индекс доллара он так и не выбрался из коридора он не показал какой-то интересные мощные восстановить на динамике чтобы можно было сказать что дальнейшего восстановления не будет поэтому я предполагаю что в эту среду кстати у нас будет с тобой еще эфир буквально утром перед заседанием резервы еще раз поговорю эти ожидания но при укреплении курса доллара соответственно европейская валюта пойдет ниже поэтому друзья давайте еще поддержим шорт со целями 12 так золото тоже мне в шорте по факту пятничного релиза по инфляции если бы золото могло бы хорошо отстрелить опять же по динамике от какого-то конкретного уровня из-за роста инфляции но бы это уже сделал и хорошим бы ростом для золота было бы уход в район 1800 закрепление выше и сегодня например положение развития восходящей динамики но опять же золото точно на тех же самых уровнях что были в начале прошлой недели и в конце прошлого месяца вот аналогию провожу с индексом доллара то есть золото не не хочет или не может либо лишено возможности для какой-то дальнейшей трендовой динамики без какой-то определенности по доллару и чтобы не противоречить я скажу что раз я ожидаю укрепления доллара то соответственно по золоту как и ранее говорил допускаю что может быть еще поход вниз с целями 1750 так рынок нефти из-за ковидных рисков из-за новых локдаунов в дании великобритании логично полагал что золото могут продать и довольно неплохо но сейчас золото находится в очень хорошем локальном исходящем движении но если вот закрыть глаза на последние две часовки когда сейчас идет локальная коррекция я рекомендовал сделку селстоп сумме 70 50 мы до этого уровня не дотянули пока новых рекомендаций не будет потому что честно друзья я не знаю что с нефтью будет дальше весь фундамент все указывает на то что нефть должна валиться вызывать нисходящую динамику но мы видим что участники рынка опять же по тому что было показано на график на прошлой неделе вообще игнорируются видные риски и предпочитают нефти сейчас покупать также как статьи фондовый рынок вообще мощное восходящее движение без каких-либо откатов поэтому по нефти что без сделок и еще кстати одна рекомендация функция давно не рассматривала сегодня хочу предложить сделку на пробой уровня 1 32 20 с тейк профитом 1 30 и стоп лоссом на отметке 1 33 на этой неделе и заседание банка помимо фрс будет еще и цб и заседание банка англии не думаю что из-за того что ранее был повторно введен карантин пусть и чатичный не думаю что в таких условиях банк англии будет а заточать монетарную политику поэтому предлагаю по пункту сейчас фокусироваться на национальных рисках именно великобритании это по форме ограничительные меры и все еще актуальный кризис отношений с ес по вопросу рыболовства и ирландии то есть две недели назад должны были договориться однако не договорились я думаю что до конца этого месяца и года соответственно еще не изменится поэтому фонта потенциально может быть под прессом и если нужны цели от инвестбанков есть прогнозы морган стенд и сити которые ждут 1 30 правда в первом квартале 22 года ну кто знает друзьях может быть 1 30 увидим еще раньше виталий слова тебе так всех приветствую ну я думаю что по рынку вот за последнее время почему не было каких-то трендовых движений все таки рынок ожидает заседания фрс и возможно ецбетом и вот уже на вот этих скажем новостях будет сильно какое-то трендовое движение или контр трендовое поэтому то что рынок накапливает это скажем будет идет сильный набор позиций среди крупных игроков и как раз перед на рождеством будут будут разрушать вот данную позицию которую они набирают вопрос куда они ее набирают да и попробуем разобраться возможно сегодня не до конца понятно возможно ближе к среде что-то станет более явно в принципе согласен с твоим видением рынка тоже пока по евро за шорт в прошлый раз аналогично как и ты я советовал шортить данный инструмент еще неплохо у меня получалось ну скажем как на прошлой неделе локально пробовал откупать евро доллара с целями 1.14 и возможно выше но до 1.14 мы не добрались сделали там локальные цели 1350 на локальном сопротивлении вот здесь я выходил с покупок пытался вот здесь купить на вот на вот этом снижении один стоп-лосс ловил потом перекупил и так далее да на текущий момент конечно такое ощущение что сегодня у нас понедельник вторник до среды мы будем находиться еще в этом боковике и здесь как вариант возможно набирать шорст текущих или второй вариант через пробой вот поддержки в районе примерно 12 1250 вот здесь выставить sell stop и альтернативный buy stop выставить на пробой 1350 вот этого сопротивления у нас здесь нарисовался такой треугольничек и мы в принципе можем в любую сторону с этого треугольника выскочить поэтому вот не исключаю вот такие какие-то провокативные движения по инструменту но пока за снижение более консервативно я бы работал на пробой вот этого треугольника или уже ближе к среде там подумал о каких-то других моментах дальше доллар франк вот здесь тоже такое противоречивое движение с евро долларом так как не исключаю что евро доллар может уйти наверх я бы попробовал доллар франк заширтить секущих это у нас 0 92 30 условно все что ниже пятничного хай у нас здесь аналогичный такой треугольничек в текущем месяце нарисовался со стоп лоссом в районе там 92 80 с целями 91 и возможно ниже на такой хеджевый инструмент дальше по фунт доллару принципе с тобой согласен конечно чуть-чуть корявенько здесь получается какие-то девочки но возможно тоже накапливают я пробовал даже его покупать на прошлой неделе после ложного пробоя вот здесь но и так и не досидел в этой сделке чуть-чуть коряво возможно ближе к там заседании фрс банка англии возможно посмотрим что дальше он нарисует дальше что еще у нас золото по золоту пытался на прошлой неделе купить плохая точка входа была не подождал хороший и рассчитывал на возможное движение наверх у нас здесь нарисовался такое тоже накопление и при пробое уровня сопротивления 1790 не исключаю движение наверх поэтому при закрытии девки выше данного уровня стоит присмотреться к покупкам ранее уже озвучивал что по золоту если кто-то торгует среднесрочно то стоит рассматривать покупки данного актива будь ли он с текущих или через те уровни которые ты называл 1750 возможно еще раз сходим сюда в нижнюю границу вот этого такого треугольника или боковика так сказать как то вот так дальше что еще было смп 500 напомню ранее активно шортили в ноябре начале декабря вот понедельник прошлый я сказал что при сломе нисходящего локального тренда стоит рассматривать покупки мы его сломили по всем активам аналогично которые там коррелируют с нп 500 это джонс нас дак дакс и даже немножко китайский индекс подрос до прошлой недели на текущий момент принципе мы неплохо отработали лонг локально дальше будет ли рост текущих или здесь затянется какое-то боковое движение после 500 сложно сказать буду наблюдать за уровнем там 47 12 если там сегодня закроемся ниже то возможно еще какой-то боковик здесь по данному инструменту будет а так и глобально пока смотрю на пусты 500 возможно целями но это уже я думаю в следующем году будет там 5000 пунктов возможно выше посмотрим плюс bitcoin прошлый раз назывался ключевой уровень поддержки это 48 условно там 47 700 мы от него с прошлого понедельника отскочили достаточно неплохо более пяти процентов где-то 8 локально можно было заработать на текущий момент пока свое мнение по биткоину чуть-чуть изменил ранее рассматривал здесь покупки на среднесрочный рост но такое ощущение что здесь попытается биткоин зажать пониже и возможно где-то не исключаю снова сильной поддержки там 40 тысяч и дальше 30 тысяч поэтому пока шарты по данному инструменту вопрос откуда и два варианта это на пробой вот этого минимума 47 тысяч 47 500 давайте таким образом работать на пробой или второй вариант еще будет 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 ретест локального хая это 52 тысячи уже оттуда смотреть реакцию по данному инструменту также интересные активы это эфир аналогично здесь сильный уровень поддержки 3950 плюс минус здесь аналогично такое ощущение что хотят пробить уровень поддержки уронить эфир пониже потому что прошлый месяц нарисовали поддержку в районе там 4000 условно сделали ложный пробой вернулись пошла реакция наверх но снова вернулись снова ложный пробой и снова зажимает это на скорее всего к пробою и с этого накопления такого большого я думаю должно быть по идее сильное движение вплоть до уровня там 3000 возможно и ниже поэтому пока по крипто активом таким как биткоин эфир за снижение в какой-то в каком-то короткосрочном периоде но по биткоину ранее уже говорил что ожидаю еще какие-то новые максимумы по данному инструменту ну и принципе пока все спасибо виталий за комментарии ну что действительно важные события впереди очень важны и не доценивать не стоит возможно состояние вторая начнется то сам новогодний рождествен с королем которые сердут почему бы нет поэтому контролируйте риски следите за загрузкой ваших депозитов но у нас нас как всегда информация то есть следующая наша встреча с Виталием как раз будет в среду фактически за несколько часов до того как фрс подведет итоги своего заседания еще раз все нюансы вводные и потенциальные прогнозы проговорим далее спасибо тебе хорошей текущей сессии да и в целом и до скорых встреч пока